Друзья, всем привет. Виталий Волочай, привет. Здорово. У нас грядет или уже начался грандиозный турнир. Какие у тебя вообще впечатления от того, что он стартовал? Ну, он еще не стартал, а стартует через, не знаю, сколько часов. Ну, как всегда, перед International приезжаешь и вот этот вот хайп. Все выше и выше и выше, чем ближе турнир. И вот действительно ощущения такие, что вот завтра, завтра. Я знаю, что с завтрашнего дня я буду так, как и в прошлых четыре года, недосыпать, измученный, уставший. Ну, это вау. И оно так, знаешь, как Олимпийские игры или как Чемпионат мира по футболу. Его так долго ждешь, и оно начнется, и через пять минут оно для тебя уже закончится, поэтому я вот не могу уже дождаться старта. Если не брать во внимание призовой фонд, что поменялось по сравнению с предыдущим? Да какой-то подход у Valve совершенно другой, как-то вот больше людей. Видно, вот здесь дожда по отельной части. Немножечко по-другому они вот подошли к организации, и игрокам удобнее они могут играть, и вот здесь прямо на месте. Прошлый раз в отеле это была проблема там и так далее. Да и вот все, немножечко по-другому. Но чувствуется, чувствуется, что это десять миллионов вот этих самых. Как про них забыть, непонятно. То есть в любом случае они всегда будут, и где у кого не спрашивай, они всегда есть. Таможенники знают, работники отеля знают, таксисты знают, все знают, что здесь происходит. Если говорить вот о десяти миллионах, там уже десять, по-моему, четыреста пятьдесят. Сколько ты прогнозировал призовой фонд? Четыре двести пятьдесят. Я еще в твиттере написал, что четыре миллиона двести пятьдесят тысяч будет призовой фонд. И я еще общался когда с Valve, и меня тоже спрашивали, как думаешь. Я им сказал, ну, я думаю, четыре с половиной вы заработаете больше. Вряд ли. Был немножечко неправ. Опять-таки, Valve и огромный. Да, я бы на месте Valve, я не знаю, купил бы дом человеку, который придумал систему очков в компендиуме и, собственно, подарки в зависимости от левела. Человеку не то, что дом надо купить, ему надо, не знаю, свою фирму купить и вот такой целый отель. Потому что это было гениально. Люди начали просто-напросто вкладывать туда деньги, потому что, мы знаем, очень многие любят шмоточки разные, рарочки и так далее. Ну и Valve молодцы, конечно. Вот за это им респект огромный. Некоторые люди считают, ну, в частности из других дисциплин, о том, что десять миллионов – слишком большая сумма для одного турнира. Как думаешь, не было ли лучше разделить на несколько турниров, на несколько частей, скажем, одного этапа и, ну, чтобы провести больше игр и больше, скажем так, экшена? Ну, если сделать так, то есть, так, например, как сделали League of Legends и Counter-Strike. Ну, похожая система, да? League of Legends, у них есть LCS, который целый год идет, и у них там есть какой-то призовой. Ну, там нету такого вот скопления информации, потому что целый год идет, много миллиарда игр, оно очень сильно распорашивается, это мое мнение. Так же, как WCS в StarCraft. Тоже постоянно идут эти игры, какие-то там финалы. Оно, вот эти деньги есть, они небольшие, там по 100 тысяч каждый сезон. Этих сезонов много, люди теряются, люди не понимают, что происходит. Ну, что оно идет целый год и так далее. Поэтому я считаю, что вот такой вот формат, он, во-первых, дает возможность развиваться с турниром типа нашего, типа StarLadder, типа Dream League и так далее, потому что они могут существовать. В то время как в LoL'е и в StarCraft они существовать фактически не могут. Там один-два турнир выжили, потому что, ну, куда ты всунешь в расписание. И в итоге у нас могут существовать независимые другие турниры, и плюс вот весь вот этот hype, весь этот media attention, он собирается вокруг одного турнира раз в год, вокруг The International, и действительно популярность такова, что там в трендах во всем мире будут хэштеги, там, Twitter и так далее. То есть я считаю, что это абсолютно верное решение компании Valve делать вот именно вот так, как они делают. То есть раз в год один месяц выделяется на International, в следующих 11 месяцев другие турниры, другие вещи. Но с других дисциплин для людей могу передать, ну, в 2009 году многие из других дисциплин говорили, что Dota это вообще не киберспорт, так что привет вам. Ну, ты говоришь, вот один год, месяц подготовки. Насколько я слышал, к International Valve начали готовиться еще там с февраля. Ну, как обычно, понятное дело, что как бы идет подготовка, что все вокруг вот там кей-арены, аренды и так далее, и так далее, и так далее. То есть понятное дело, что они начали готовиться они, я имею в виду команды и вообще мир Dota. То есть как бы, как ни крути, но еще три недели назад мы про International знали, что он скоро будет, но все равно все внимание было сосредоточено там на Summit, на Dreamhack, на ESL. То есть и вот мир Dota живет. Вот, то есть туда поехали, там, то разные турниры какие-то, разные комментаторы. И это прикольно, потому что опять-таки с точки зрения организатора турниров это классно, с точки зрения зрителя это классно. Когда, если бы это был просто 11-месячный The International, ну, я думаю, ну, было бы не настолько круто. Вот было бы хорошо, но было бы не настолько круто, как оно есть сейчас. Твое мнение относительно формата этого турнира, он поменялся по сравнению с предыдущим? Думаешь, лучшую сторону или худшую? Ну, вообще, мне сначала не понравилось. Мне не понравилось. Я считаю, что довольно неправильно было решение Valve в первом раунде шесть команд отбрасывать. Я считаю, что надо было отбрасывать четыре. Ну, я просто знаю, какой был вариант у Valve первым, от которого они потом отказались. Вот тот вариант, который у них был первым, он был очень крутой, мне очень нравился. Там вот как раз четыре команды после первого раунда вылетали, и четыре лучшие выходили на прямой финал, а восемь средних дрались друг с другом за последние четыре слота. Вот такой формат мне очень нравился. Один из последних крупных турниров Солван проходил на стадионе. После этого или до этого азиаты также анонсировали о том, что какой-то из азиатских турниров будет проходить на стадионе. И вот Valve International снова-таки в Key-арене. Движемся ли мы вот в сторону профессионального спорта, в частности футбола? Можешь сравнить эти дисциплины? Ну, понятное дело, сейчас сравнивать мы дисциплины не можем, но именно то, как развивается Dota в сравнении с другими кибердисциплинами, по сравнению с другими видами спорта, ну даже если взять виды спорта все-таки, да, действительно все расширяется. Два года назад максимум, который у нас был, да, я помню, когда-то в Ухане в Китае собрали пятитысячный стадион для бадминтона, и это было просто что-то феноменальное, это были фанаты Dota. И после этого казалось, что вот очень-очень тяжело сделать такой турнир, потому что очень была дорогая аренда, и как бы нужны были бешеные спонсора. Найти это не так уж легко, но вот опять-таки благодаря Valve, благодаря возможностям вот этого вот краудфандинга, который фактически очень сильно смягчает напряжение на организаторов турнира, то есть все спонсорские деньги они могут как-то реализовывать. И благодаря вот тому темпу, которым сейчас развивается Dota в Китае, в Азии, да и в Европе, да, у нас, в Украине, в России, я думаю, вот это вот будущее, оно будет развиваться очень сильно. Потому что вы знаете, что Kia Arena 17 тысяч мест были выкуплены за 45 минут, на ESL там тоже 10 тысяч мест были проданы довольно быстро и без проблем, как бы, или там 12 тысяч и так далее. То есть и это как бы Франкфурт, и это как бы Сиэтл, то есть это страны, в которых Dota не на первом месте даже. То есть ни для кого не секрет, что в Америке на первом месте идет там Call of Duty, да, даже с точки зрения киберспорта StarCraft, League of Legends и Dota где-то вот там. То есть в Германии, ну, то же самое, как бы Dota не топ-1. Просто я не могу себе представить, что было бы, если, например, какой-то турнир, ну, например, WPC, или что-то такое, был бы анонсирован на стадионе в Шанхае, там, каком-то, да, или Пекине. Я думаю, они бы действительно 80 тысяч людей бы набрали абсолютно легко и абсолютно свободно. И я думаю, что не за горами это, я уверен, что даже если не в этом году, то в начале следующего года мы увидим где-то в Китае, или, может быть, я очень надеюсь, в Палате спорта в Киеве, или в Дворце спорта в Сокольнике в Москве, или на стадионе в Москве, мы увидим действительно огромнейшую публику, вот там 50 тысяч людей и так далее. Ну, раз уже заговорили о футболе, смотришь ли чемпионат мира, за кого болеешь, будешь ли смотреть дальше? Смотрю, конечно, посмотрел абсолютно все матчи, те, которые во время Дримхака, я на Дримхаке комментировал, у меня было два монитора, у меня снизу ставил планшет, я подсматривал одним глазом матчи и так далее, посмотрел абсолютно все игры, 60 матчей, которые были сыграны, я посмотрел. Команды, за которые я болел, уже повылетали, это Уругвай и Бельгия. К сожалению, Уругвай в одной восьмой, Бельгия в одной четвертой, но вот остались у нас Голландия, Германия, Бразилия, Аргентина, ну вот как-то я, наверное, буду симпатизировать аргентинцев в этой паре, они выбили мою любимую Бельгию, да и вот Аргентина как-то вот пора бы, наверное, но, правда, голландцы еще ни разу не выиграли, посмотрим, будет интересно, единственная проблема в этом всем, что завтра и послезавтра состоятся полуфиналы, и я буду комментировать какой-то там турнир по Доте, поэтому не смогу их посмотреть, но опять-таки никто не отменял планшет возле монитора и так далее, ну, посмотрим, как закончится. Впереди нас ожидают в Валкар в матче, как думаешь, у кого будут наибольшие шансы, смогут ли Virtus.pro, скажем, проявить себя на полную силу и пробиться все-таки в основную стадию? Ну, ВП очень повезло с Жеребелкой, они попали на MVP Phoenix, на заведомо самую слабую команду этого интернешнала, да, команду, которая показала какой-то там уровень на азиатских отборочных, но, понятное дело, тут не с Минески играть надо, да, и не с абсолютно развалинами с Кайс, тут же серьезные коллективы, серьезный уровень, поэтому, думаю, Virtus.pro не должно быть абсолютно никаких проблем в матче с MVP Phoenix, второй матч это Liquid CIS, в какой-то момент, мне тут многие объясняли, что CIS фавориты, но вот тут Морф брал интервью у Блэка, и Блэк сказал, что мы не играли уже месяц фактически в Доту, плюс 40 дней, да, плюс у Liquid настроение довольно неплохое, то есть с ними так общался, с Джимми Хо общался, так что я думаю, Liquid выиграют, ну, а вот Virtus.pro и Liquid это будет очень интересно, и я уверен, что букмекера и фанаты будут отдавать преимущество команде Virtus.pro, ну, и, я думаю, должны, но будет очень тяжело, мы должны в ВП прорываться, очень хочется три наших команды в мейн-ивенте, и очень не хочется, чтобы было так, как в прошлом году, когда God Black and Silent оказались туристами после первого же игрового дня, я очень надеюсь, что команда Virtus.pro будет нас радовать еще не один день, а еще пять дней на этом интернешне как минимум. Хочется очень спросить о ситуации с Fnatic и с ERA в частности, как думаешь, ну, как бы вся эта ситуация разделила людей на два лагеря, кто-то считает, что вот должен был играть Excalibur, кто-то, что все-таки ERA, потому что он в основе, так скажем. Как ты считаешь, правильно ли поступили Valve, что вот приняли такое решение, что должен играть ERA? Да, Valve поступили правильно, неправильно поступили в этой ситуации Fnatic как организация, они показали немножечко свою жадность и, может быть, это будет грубо сказано, но глупость и тупость, когда началась эта переписка с Valve, когда они начали там писать, что ой, мы же тренируемся с Excalibur, у нас лучше получается, то есть фактически Fnatic могли бы играть с Excalibur, если бы они просто написали Valve, что ERA еще болен, вот, или если бы ERA просто написал, что, ребят, да, у меня нет справки от врача, потому что я как бы уже вылечился, но вот я боюсь все равно лететь, я не хочу лететь и так далее. Так что тут Fnatic сами виноваты, они сами себе испортили малину, и получилась абсолютно идиотская ситуация, когда получается, что ERA подводит команду, команда типа не хочет видеть ERA, а в итоге они вынуждены играть. Я считаю, что Valve сделали это все правильно, как ни крути, и, ну, как бы есть правила, и правила, они одни для всех, и если у тебя нету медицинских противопоказаний, которых у ERA на данный момент нету, ты должен играть, или же команда должна быть дисквалифицирована. Ну, опять-таки, я рад, что будет играть ERA, понимаю, что для Fnatic, для их болельщиков это огромная проблема, потому что вряд ли они смогут выиграть там больше двух карт. То есть позиция Valve, по большому счету, это заботится об игроках, а не об организации, согласен? Да, я, опять-таки, абсолютно в абсолютнейшем восторге от этого, мне это очень нравится, может быть, тебе, как представителю Na'Vi Gaming, там, может быть, мне это очень нравится, что Valve думают не про организации, да, я считаю, что они должны думать в первую очередь про игроков, им должно быть абсолютно все равно, кто там, какая организация, какие у нее планы, какие у нее там отчетности перед спонсорами, там, и все такое, то есть это не должно касаться Valve. Valve создают игру, а игра, она создана для игроков, а не для того, чтобы какая-то организация заработала больше или меньше денег, или там, что-то типа того. А как думаешь, кто лучше всех, ну, вот давай, вот, я знаю, ты любишь делать ставки, топ-3 этого интернешнл? Альянс ДК и Джи, в таком порядке, как я сказал. А почему? То есть ты считаешь, что у них сейчас оптимальная форма, или есть какие-то другие предпосылки к этому? Ну, вообще, оптимальная форма сейчас у всех, то есть это абсолютно будет, ну, неправильно сказать, что вот те подошли к интернешнлу в оптимальной форме, те не в оптимальной. Все подошли в оптимальной форме, это интернешнл. Если они не подошли сюда, ну, к этому турниру в оптимальной форме, то такую команду надо разгонять, или тоже организацию надо разгонять. Потому что команда должна быть в полной, стопроцентной готовности на этом турнире. Просто на данный момент Альянсы, после того, как они взяли вот эту паузу, Айджи, после того, как у них был неудачный период, они настолько хорошо играют и одни, и вторые, что, я думаю, вряд ли у кого-либо из европейских команд получится им что-то противоставить. Да, есть товарищи из ДК, которые не блещут, скажем честно. То есть так, как они брестали, например, в начале этого года, когда они там выигрывали ВПЦ в январе, и после этого, когда они просто разваливались все подряд. Суть в том, что, да, ДК могут помешать вот Альянсам и Айджи, и ДК за счет своей стабильности могут показать очень хороший результат. Но вот, мне кажется, что вот именно Альянс и Айджи – это команды, которые, если не будут ошибаться, вот одна из них будет чемпионами, или это будет финал. И единственное, на чем эти ребята могут отъехать, это на своих личных ошибках. Ну вот Альянсы, то есть ты считаешь, они были фаворитами, в принципе, на прошлом интернешле и сейчас. Как думаешь, что вообще помогает игрокам, помогает командам придерживаться того уровня, чтобы быть вот в самом топе? Ну, опять-таки, правильное расставление приоритетов. Альянсы – это была первая команда в мире, которая отказалась от турниров, от большинства турниров. Сейчас это уже нормальная практика, но давно год назад после интернешта все были шокированы, что Альянс просто решили не играть на там 4-5 или 6-ти топовых турнирах. Они просто-напросто отказались от этого. Они просто начали больше времени посвящать тимбилдингу, больше времени стали посвящать тому, чтобы друг с другом хорошо общаться, и тому, чтобы тренироваться, именно тренироваться, не просто играть на турнирах, как это делают наши коллективы, которые там, вот коллективы типа Empire, типа Mouse Sports, типа Fnatic, которые играют там на 29 турнирах одновременно, и у них просто нет времени для тренировок. Я считаю, что это огромнейшая ошибка. Я считаю, что каждая топовая команда, чтобы быть топовой, должна просто ставить приоритеты, что есть там 3-4 турнира, которые ты играешь в год, все, все, остальное время ты тренируешься, потому что это единственный шанс. То же самое у китайцев, у китайцев есть 2 турнира, они играли там, ну IG играли там на 2 или на 3 турнирах за последний год, то есть все, и они сейчас подъезжают, приезжают сюда в готовом, полностью готовом к турниру, ну, поэтому я считаю, у них все должно быть хорошо. Ну, в принципе, я хотел задать вопрос о том, что ты в твиттере писал команде Empire, повезло, что они не попали на SL Frankfurt, остальным, получается, не повезло. Вот, можешь об этом чуть-чуть, то есть ты, в принципе, на него ответил, но есть ли что-то добавить? Ну вот, я, если бы команда Na'Vi не поехала на ESL, я бы сейчас ставил, наверное, на них, потому что они пропустили DreamHack, и они пропустили ESL, и у них было бы просто месяц подготовки. То есть после, ну, скажем так, после саммита, после не самого суперсерьезного турнира в мире, они могли приехать, спокойно сейчас сесть на месяц на буткемпе, нормально, готовиться к интернешнл, но в итоге все планы сбиваются какими-то перелетами и так далее, и так далее, и так далее. Турниры, которые сделаны за неделю до интернешнла, они, ну, ничего полезного они не могут принести. Ты не можешь натренировать какую-то новую мету, ты не можешь показать какую-то стратегию, потому что если ты покажешь какую-то свою натренированную стратегию на ESL, да, ты выиграешь 100 тысяч долларов, но здесь 100 тысяч долларов дают за топ-10, как бы, и это будет огромнейшая ошибка. Поэтому я считаю, что вот команды, которые что-то показывали на ESL, которые что-то полили, это был огромнейший минус, и я уверен, что команды, которые на нем не были, они все хорошо записывали, все у них четко. Поэтому я считаю, что вот DK, которые сыграли саммит, поехали домой, все это время готовились, они в очень шикарной ситуации в данный момент. То же самое, вот, в принципе, с Empire, которые получили лишнюю неделю отдыха, и вот в этом огромный минус для Na'Vi. Да, они были на буткемпе, но все равно этот буткемп прерывался на 4 дня, потому что надо лететь куда-то, там, в Франк, там, обратно, в Киольн, и, ну, вот, это плохо. То есть вот с самими ребятами с Empire я еще в начале месяца говорил, когда они очень были расстроены, в арене они были на буткемпе, они проиграли финал квалификации на ВПЦ, и не поехали в Шанхай, они проиграли у Cloud9, они очень расстроились. Я говорю, ребят, вам не надо расстраиваться. Ну, то есть, какой ты опыт получишь от поездки, там, за месяц на ВПЦ в Китай, промучав себя, свой желудок, свой мозг на 10 дней в этом Китае. Ну, толку никакого. Тут вот потренировался 2 дня с китайцами, ты уже все знаешь. Как бы за месяц до очень сильно меняется. Поэтому, опять-таки, повторюсь, перенасыщение турнирами нехорошо. Тренировки, вот что хорошо. Если брать в расчет вот Na'Vi и конкретно вот этот их мув с турнирами, оценивать как негативный, то приход Габлака ты оценишь наверняка как позитивный, да? Ну, перед этим турниром, вот перед тем, как я узнал, что Габлак будет тренером Na'Vi, я Na'Vi давал там максимум топ-8, если очень повезет. Сейчас я просто уже увидел, как работает команда. Я знаю просто, как у них раньше было. Когда у них что-то не получалось, когда просто-напросто команда разделялась на две части, они вообще друг с другом не обсуждали нифига, у них были какие-то скандалы. Они когда проигрывали на саммите, они выходили, они друг на друга что-то там гаркали, гыркали, и ты виноват, нет, ты виноват, и это очень печально. И когда появляется Габлак, человек, который, ну, однозначно один из лучших капитанов мира, возможно, и я даже не совру, если скажу, что он лучший капитан, чем Пупей, и когда команда абсолютно полностью ему доверяет, вот я видел уже здесь, когда они просто выходят на перекур, и пять человек просто молчит, а Габлак дает расклады. Причем Габлак, он настолько по-другому видит доту, вот если сравнивать там со мной, да с кем угодно. И когда он просто дает расклады, я сижу и прозреваю. Вчерашние матчи против Дикей, они выходят, они выигрывают игру Нави, и, кажется, все нормально, и Габлак просто за пять минут дает двадцать ошибок. Кура, у тебя на шестой минуте должен был поставлен варты, поставил на восьмой минуте не туда, две минуты у вас не было вижно, вы пропустили две руны. То-то-то, Ганг, почему вы пошли через тот лес, не через тот? Вы должны выходить на третьей минуте сороковой секунде, чтобы на двадцатой секунде вы зашли, взяли руну в смоке, зашли в мид, сделали фраг. И вот это пошло, 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 пошло. И ребята стоят, впитывают эту информацию, они не кричат, ой, Артур, ты дурак, это ты виноват. Нет, он им четко говорит, тут ты фаник натупил, тут ты Кура натупил, тут ты Дэнди натупил. Все, ребята восприняли, сели, сделали то, что им говорят. И это настолько круто, что вот сейчас вот реально я думаю, что у Нави может получиться вообще все, что угодно. То есть вплоть до того, что в топ-8 они сейчас будут гарантированы, вплоть до того, что они действительно могут, как всегда, на кураже поймать этот самый кураж, поймать эту самую уверенность и взять 5 миллионов. Ну, что самое интересное, предложение было взять тренера, происходило таки от Пупея. Видимо, наверное, он признает то, что со стороны виднее, и может с пиками у него какая-то неуверенность, наверное? Нет, он абсолютно на 100% в себе уверен. Я даже не ставил бы это под сомнение. Суть не в том, суть в том, что все топовые китайские команды, они давно работают с тренерами. 71-й у DK, у IG тренер, тренера взяли Alliance, Winter, взяли Cloud9, Claire Voyance, EG взяли тренера, у Liquid есть тренер, у всех команд есть тренер. И это нормальная практика. Он видел, как работает DK на том же саммите. Он видел, что просто игра заканчивается, садится 71-й, который все-таки легенда Dota, и начинает ребятам рассказывать. И сидит Бернин, который, блин, начальник 71-го получается, потому что Бернин владелец DK, и он выслушивает тренера, который четко ему рассказывает, какие должны быть ошибки. Пупе прекрасно понимает, он может быть гордый, он может быть, я не знаю, самоуверенный в себе человек, но он прекрасно понимает, что тут 10 миллионов долларов, и тут надо все абсолютно какие-то там свои, не знаю, посылы и так далее запихнуть поглубже, и быть командой, которая выиграет. И вот этой команде нужен был тренер. А получилось так, что есть габлак, и, ну, я не знаю, лучшей роли вообще, наверное, не найти. И русскоязычный, и, ну, просто фантастический выбор. А, завершая интервью, можешь рассказать о том, как вот вся команда для русскоязычного комьюнити будет, скажем, вести этот репортаж, что будете комментировать, в каком количестве, где и как? Ну что, групповой этап, в принципе, который начнется уже вот послезавтра, вы знаете, что будет идти одновременно 4 матча, то есть 36 матчей в день, а будут они идти на 4 стримах, как всегда. Скоро появится расписание уже, кто комментирует, какой матч. У нас есть 7 комментаторов здесь, то есть на 3 стримах будет работать по 2 комментатора, на одном стриме будет работать 1 комментатор. На главном стриме, на мейнстриме, мы отобрали специально для вас, кстати, не так, как у англичан, мы отобрали специальные линейки матчей, чтобы было побольше матчей Empire, Na'Vi, надеюсь, Virtus.pro. И вот у нас после каждого матча на мейнстриме, Dota2.ti.ru, канал на Твиче называется, у нас будет включаться наша студия-аналитика, которая вот здесь вот, собственно, будет сидеть, это будет Faker Solo, Dreads, Zab, к ним гости будут подходить, и они тут будут обсуждать эти матчи, показывать хайлайты с других матчей, то есть вот групповой этап будет выглядеть так, я думаю, всем понравится, потому что это будет просто нереальное количество Dota, 4 дня. Дальше будет плей-офф, где мы уже все будем работать вместе, где мы уже будем чередоваться, где опять-таки у нас будет куча гостей, и, ну, это будет очень круто, я имею в виду отельную часть, то есть, ну, мы сможем показать максимум. Ну, а дальше будет Key Arena, про Key Arena я пока всех карт не буду раскрывать, но я вам скажу, что это будет выглядеть настолько офигительно, особенно зона нашей аналитики, она в таком царском месте в Key Arena, на фоне 17 тысяч зрителей и здоровенной сцены, это будет просто вау, так что вот рекомендую вам не пропускать. Хорошо, спасибо тебе большое за интервью, я уверен, мы сейчас с тобой пообщаемся, есть что обсудить, много, какие-то последние слова есть? Да, конечно, есть, болейте за наших, обязательно за всех, за все три команды, опять-таки следите за нашими репортажами на Navigaming.com, на ProDot, на StarLadder, на других сайтах, я уверен, куча будет видосов, подписывайтесь на все YouTube-каналы, Twitter, ну, мы тут, я надеюсь, постараемся сделать так, чтобы этот International был однозначно лучшим для русскоязычного комьюнити, чтобы вы фактически почувствовали, что вы здесь, и чтобы вы не пропустили абсолютно ничего важного. Ну, и, конечно, смотрите наши стримы, не смотрите английские стримы, потому что у вас сгорят мониторы. Спасибо, удачи. На здоровье.